Договоренность Молдовы и Украины об организации совместного таможена пограничного контроля в пункте пропуска Кучурган близка к практической реализации. Украинская сторона приступила к усовершенствованию существующей на посту инфраструктуры. То, что работы ведутся, подтвердил и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который на неделе провел своеобразную инспекцию пограничного пункта пропуска. Грузин по национальности, украинец по призванию Михаил Саакашвили интересуется в первую очередь проблемами в работе пункта пропуска Кучурган. Одна из них – очереди на регистрации людей, пересекающих границу пешком. Такое я нигде не видел, чтобы один киоск оформлял и туда, и сюда, и зато люди задерживаются. Но главная проблема, по мнению опытного управленца и крепкого хозяйственника Саакашвили, это отсутствие удобств. Устранение этой проблемы – главная задача. Это туалет-катастрофа. Первое, что мы должны построить, срочно, вот с завтрашнего дня, мы привезем технику и построим туалет. Повышенное внимание к пункту пропуска Кучурган со стороны главы Одесской области – это не только забота о гражданах и легкий пиар, но прежде всего подготовка к приему гостей. О них Михаил Саакашвили обмолвился в телефонном разговоре. Михаил Саакашвили подтвердил, что работы по установке Молдавско-Украинского КПП уже ведутся, а его участие можно расценивать как активизацию этого процесса. Напомним, в Приднестровье неоднократно подчеркивали, что решение Молдовы и Украины об установке на Приднестровско-Украинской границе совместного таможенно-пограничного контроля было принято за рамками переговорного процесса и не обладает необходимой легитимностью. По оценкам Приднестровского МИДа, данная мера направлена на установление тотальной экономической и транспортной блокады республики. Приведет к значительному ухудшению социально-экономической ситуации и может спровоцировать дестабилизацию во всем регионе, в том числе в сфере безопасности. Проблема совместного контроля Молдовы и Украины на границе с Приднестровьем остается одним из наиболее острых вопросов переговорного процесса. В конце прошлого года Министерство иностранных дел Приднестровья по дипломатическим каналам информировало международных партнеров о возможных негативных последствиях данного одностороннего шага соседних стран и призвало к отказу от его реализации. Данная проблема также обсуждалась в ходе встречи со вступившим в должность специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Корда Майером Клоттом.